Друзья, всем привет! Меня зовут Оля. Я сегодня записываю, наверное, одно из самых таких важных и эмоциональных видео на моём канале. У меня есть кошка. Она у меня живёт уже 16 лет. Её зовут Сурочка. Если вы подписаны на мой телеграм-канал и на мой инстаграм, вы были в курсе всей этой драмы, которая у нас происходила. Дело в том, что три недели назад Сурочка перестала кушать. Вот. Ей 16 лет. Причём, знаете, как-то так получилось, что я заглядываю в место, где у неё корм хранится. И я понимаю, что мне нужно его заказывать, потому что я заказываю там типа на две недели определённое количество корма. Я смотрю, а корм остался. Я такая думаю, блин, чё-то какая-то фигня. Чё-то она мало ест. И потом хренак, и просто в один какой-то прекрасный день она просто перестаёт есть. И это был просто ужас. Ну, то есть типа она не ест, очень мало пьёт. Было видно, что она очень сильно похудела. Короче, какая-то жопа. Я тут же потащила её в ветеринарку. Ветеринарки её осмотрели, сделали, померили температуру. Она там просто, она так, как сказать, вырывалась, что вот у меня теперь шрам, наверное, будет на пальце. Вот, на следующий день мы записались на... Короче, ещё момент, дисклеймер. Я буду говорить «мы», потому что я очень к ней привязана. То есть типа мы живём уже 16 лет. Чтобы вы понимали, я с родителями жила 5. Кошка — это самая такая большая моя, наверное, привязанность в жизни. Я очень её люблю. Я очень считаю себя виноватой, что я где-то не доследила за её состоянием, где-то там что-то упустила. И, ну, для меня это очень большая трагедия была то, что произошло. Потому что вот последние 2,5-3 недели просто жизнь на нервах, без нормального сна, постоянные каждый день слёзы. Ну, это было просто невыносимо. Вы не представляете, через какой ад я просто прошла. Ну, то есть представьте, что у вас, не знаю, умирает любимая бабушка. Вот сура по уровню отношений ко мне, наверное, вот такая вот любимая бабушка. Вот. Короче, я притащила её в ветеринарку. Нас на следующий день записали сразу на анализы крови, на УЗИ. Вот. Ей сделали анализы крови, УЗИ и... Сказали, типа, ну, наблюдайте за состоянием. И дали Спасган. Только, ну, типа, только обезболивание. Вот. Я пришла на следующий день, когда пришли анализы. Выяснилось, что у неё проблемы с почками. И на УЗИ тоже было видно, что у неё очень серьёзные проблемы с почками. У неё очень был повышенный креатинин. Вот. Врач сказал продолжать давать Спасган. И выписал целый комплекс лекарств для лечения почек, печени. Потому что по печени тоже било. Вот. И в итоге сказала, слушайте, давайте сделаем анализ на гормон Т4. Я такая, типа, ну, давайте. В итоге ей поставили диагноз у неё гипотериоз. Это тогда, когда вырабатывается очень большое количество гормона Т4. И он потом в итоге очень сильно увеличивает метаболизм. За счёт этого она всегда была такой худой. Вот. И за счёт... И из-за этого она перестала есть. Потому что ей было очень больно. У неё болели почки. У неё болела печень. Короче, прям реальное состояние было, ну, просто чудовищное. Вот. В итоге выписали нам лекарства от этого гипотериоза и от печени. Вот такие таблетки человеческие. Кстати, большая часть лекарств, которую я ей давала, я даю. Это человеческие лекарства. Вот. Сказали делить там, типа, на 4 части. На 8. Вот. Две недели поить её этими лекарствами. И, короче, потом увеличивать дозу. Я начала давать ей лекарства. И тут в какой-то момент она просто перестаёт есть. Она уходит от меня, живёт в шкафу. У меня там лежал мой старый пуховик. Вот. Она, короче, заворачивалась в этот пуховик. И спала. Она просто полтора недели вообще не выходила. В какой-то момент она перестала есть и пить. В итоге я опять потащила в ветеринарку. Причём, чтобы вы понимали, каждый поход в ветеринарку – это просто сбоем. Потому что даже несмотря на то, что она была суперслабой, не хотела идти на руки, она всё равно сопротивлялась до последнего. Не любит она у меня врачей. Всё в хозяйку, наверное. Ого, слушай, что я сделала. Вот. Короче. В итоге я её притащила в ветеринарку. Она вообще была в стадии жуткого просто истощения. Вот. Уже в стадии жуткого истощения врачи сказали, что нужно делать капельницы, колоть преднизолон для того, чтобы он у неё вызывал жор. Вот. Колоть антибиотики. Там, короче, неделю я её просто восстанавливала. Я её кормила из шприца и постоянно подсовывала ей всякий разный корм. У нас доходило до 8 уколов в день. Это было просто ужасно. То есть, типа, я встаю с утра, колю ей там, типа, обезбол, преднизолон, б-12, что-то ещё. Вечером у нас опять обезбол, капельницы. Ну, то есть, просто жуть. Капельницы я научилась делать ей сама. Два 20-кубовых шприца просто под шкуру между лопаток. Ну, короче, жуть. Она практически не ела. Она ела до какого-то момента, потом вообще перестала есть. И я её выкармливала из шприца. Обязательно. Если ваша кошка перестала есть, но проконсультируйтесь обязательно с этим врачом. Я её просто кормила из шприца, потому что у нас целый женсовет образовался. И девчонки говорят, что у кого кошки болели так же и не кормили, у них просто отказывала печень. И они, короче, от этого умирали. Вот. В итоге я её кормила из шприца. У неё начался жуткий гастрит. Поэтому я ей давала альмагель. Ну, короче, полный комплекс лечения. И просто в какой-то момент, в воскресенье, я пошла на экскурсию, потому что сидеть дома уже было невозможно. Вот. И я уже, уходя с экскурсии, думаю, всё, короче, пипец. Придёт, ну, типа, если она до завтрашнего дня не начнёт есть или вообще каких-то не будет изменений, я, ну, приму тяжёлое решение, потому что, ну, это невозможно. Очень большое спасибо моим друзьям. Я уверена в том, что вы смотрите это видео, за то, что они меня поддерживали. Каждый день к Суре приходили гости, мне помогали делать капельницы, потому что капельницы надо было делать каждый день, иначе она бы просто умерла от истощения. То же самое с преднизолоном. Ну, то есть, типа, если бы не ставили ей укол преднизолона, она бы тоже ушла на радугу у меня. Вот. И в итоге я прихожу, значит, в воскресенье с экскурсии, достаю свой пуховик. Чувствую, он прям мочой воняет кошачий. Думаю, блин, это на самом деле было хорошо, потому что я поняла, что она писит. Я, короче, к ней поставила, она у меня жила в гардеробную, у меня там небольшая гардеробная и шкаф. Она в шкафу в этом была. Я ей поставила, ну, у нее уже стояли мисочки с водой, с едой. Я ей туда поставила еще горшок, чтобы она могла в туалет ходить. Вот. Выкинула этот старый пуховик. Я вообще планировала его выкидывать, но как бы так получилось. Вот. В итоге она сама запрыгнула ко мне на кровать. И тут начинается самое интересное. Если у кошки повышенный стресс, как мы понимаем, 8 уколов в день, то, что у нее хозяйка пихает в день 2-3 шприца с едой, минимум, при том, что я ей давала как еду, так и специальные добавки, я сейчас расскажу, какие давала, вот, то для кошки это, естественно, огромный стресс. Вот. И одна из важных задач было просто возбудить у нее интерес к еде, потому что она не ела. Она последняя, чем питалась перед тем, как перестать есть вот таким вот кормом с тунцом, он 169 рублей за упаковку. Вот. Более или менее он у нее возбуждал аппетит. Но вот сейчас я ей попробовала дать, она вообще на него не реагирует. Вот. В итоге я ее положила на кровать. И я ее прям очень долго намуркивала, вот прям, чтобы она прям очень хорошо расслабилась. Прям ее гладила, гладила, я с ней очень много разговаривала, чтобы она слышала мой голос. Я ее прижимала к себе, она ко мне тоже ластилась. Она вот прям вообще, чтобы было прям минимальное количество стресса, чтобы ей было максимально удобно. Я знаю, что она у меня любит лежать на пледах, такие, знаете, плюшевых. Я ей подстелила этот плед, чтобы она тоже на нем лежала. Ну, короче, когда я ее прям полностью расслабила, прям, когда она вообще прям полностью расслабилась, я ей начала подсовывать разные виды корма. Она ни на что не реагировала. У меня были вот такие вкусняшки от Дримис. У меня такой корм от Курина. Она его тоже до того, как перестала есть, кушала. И у нас еще лежит этот Роял Канин. Короче, все херня. Хозяйка переделывала, ничего она сжать не будет. Этот она тоже есть не стала. И я на шару, когда основная фишка в том, чтобы заставить кота есть, устроить ему такой, так называемый, шведский стол, чтобы у него были и дешевые, и дорогие корма, чтобы он, у него вот этот вот интерес к еде проявился, чтобы он начал нюхать. Вот. И у нее в гардеробной там стояло 4 или 5 кормов, она ни на что не реагировала. И я, короче, начала эти корма, там, один, второй, третий, ни на что не реагировала. Единственное, на что она отреагировала, на вот такую штуку называется Чи Уэлл. Или Чи Уэлл. Тут я, короче, Чи Уэлл. Вот так вот выглядит. Это мясо тунца, богатого йодом, омега-3 для укрепления иммунитета. Это вкусняшка с тунцом. Короче, корм, который я вам показывала, тоже с тунцом. Все, что я еду, все, что не разбуждала аппетит, это все было именно с тунцом. Вот. Поэтому я подсунула ей эту вкусняшку, она просто вырвала у меня ее из рук, и она просто ее захомячила. Но у меня она была одна. Мне кажется, я была просто первым клиентом, который сидел и ждал, когда этот магазин откроется, для того, чтобы заказать ее еще. Вот. И мы, я, короче, первые три дня, вот, возбуждала у нее аппетит вот этой вот штукой. Сначала я давала целую, потом, так как 16 лет, там, зубов практически уже нет, я его деребанила в мисочку, и я в мисочку еще вкладывала вот эти вот дримис. И она, короче, вперемешку начала потихонечку их кушать. Вот. При этом я обязательно слежу за тем, сколько она пьет. Постоянно вода у нее в шаговой доступности, потому что ей на кухню что-то как-то тяжело ходить. Вот. Короче, постоянно слежу за водой. Она начала в какой-то момент сама пить, причем пьет она сейчас очень хорошие объемы. Вот. И, собственно говоря, пока, к сожалению, она питается только дримис. Но я надеюсь на то, что сейчас можно будет у нее возбудить интерес, начать дримис смешивать с кормом, там, типа, для стерилизованных или для кошек с проблемами с мочекаменной болезнью. Еще момент. Когда я ее кормила из шприца, и до того, опять-таки, как она перестала есть, им можно давать вот такую штуку. Называется гидрокеат проплан. Это добавка к еде. Она специально для кошек, у которых проблема с мочекаменной болезнью. Оно способствует увеличению потребления воды и снижению концентрации мочи. В чем фигня? У нее в какой-то момент, когда она перестала пить, и у нее жидкость поступала только из лекарств и только через шприц или через капельницы, у нее моча стала прям ярко-оранжевого цвета. Вот чтобы таких проблем не было, и чтобы у нее возбуждался вот этот интерес к жидкости, я давала ей вот такую штуку. Сейчас самостоятельно она его не пьет, но я стараюсь ее сильно не тыркать. То есть я завтра буду делать ей капельницу, потому что надо ее пролить, чтобы у нее опять насытился организм питательными веществами, потому что она кушает не так хорошо, как могла бы кушать хорошо. Ну, короче, вы поняли. Вот, поэтому я очень аккуратненько ей подсовываю корм. Обязательно у нее, ну, то есть, типа, если я вижу, что она не хочет, я еще купила, знаете, такие вкусняшки в полосках тоже от Чи Войл, тоже что-то там с тунец чем-то там, вообще не реагирует, она прямо от него отворачивается. Вот, и очень слежу за тем, как она вообще себя чувствует. То есть, типа, мы встаем с утра, я ее с утра делаю уколы, ввожу ее в могиль, потому что гастрить без этого мы не можем. Вот эти таблетки, которые у нее от гормонов и для печени, ввожу ее через шприц, жду где-то минут 5-7, подсовываю ей корм, корм она ест. Вот, и после этого она вот целый день у меня лежит. И так как я работаю дома, у меня есть возможность так к ней периодически подходить, гладить ее, как-то с ней коммуницировать. У нее за счет этого тоже снижается уровень стресса, она начинает хорошо себя чувствовать. И за счет вот такого вот исцеления, любовью, общением и всем остальным, она вот держится на плаву. Что по поводу прогнозов? Естественно, прогнозов никто не дает. Ну, то есть, типа, никто не готов подписаться о том, что, типа, да, она сейчас выкарабкается или нет, потому что, опять-таки, кошке 16 лет. То есть, я это тоже прекрасно понимаю. Вот, но врач сказал, что с момента обнаружения вот этого гипотриоза до момента ухода из жизни животного проходит обычно где-то 2-3 года. Вот, та стадия, на которую я принесла, она сказала, что это еще не самое страшное, но, честно говоря, я вообще не представляю, что может быть страшнее. Вот, и в целом, то, что я кормлю ее из шприца, то, что я делаю ей капельницы и так далее, и так далее, это вот, по сути, спасло ей жизнь. Вот, сейчас мы входим очень-очень медленно в ремиссию. Она сама ест, сама пьет, сама ходит в туалет на регулярной основе, слава богу, и без всяких там стимуляций. Но на преднизолоне нам до конца жизни придется быть, и уколы, ну, сейчас пока будет каждый день, как только она начнет нормально кушать, можно будет делать там через день, и потом уйти на раз в три дня. Вот, потому что иначе, ну, она просто не будет есть. Ну, и плюс, если, например, закончат свое действие преднизолон, можно будет перейти на диоксаметазон. Это тоже такой же, только химический выведенный гормон, который вызывает побочный эффект. Он там противовоспалительный, помогает вообще работе внутренних органов. Мне самой кололили диоксаметазон в начале этого года, когда у меня была тугоухость. Вот, я, кстати, вернула слух. А то у меня на правом ухе я не слышала низкие звуки. Это было так смешно. У меня у шефа был низкий голос довольно-таки. Я вообще не слышала, ну, то есть, типа, я не слышала ряд звуков. То есть, типа, он мне что-то говорит, а у меня просто звуки выпадают. Так вот, это релика к физике. Короче, если не будет помогать, например, преднизолон, можно будет перейти на диоксаметазон. Из диоксаметазона можно будет перейти на... Есть антидепрессанты человеческие, которые тоже вызывают и у людей, и у животных жор, как побочный эффект. Вот. Плюс по поводу питания. Ну, то есть, нужно однозначно выравниваться и уходить с дримсиков. Пока мы с этим, с ветеринаром обсуждали момент по поводу дримсиков, она говорит, слушайте, ну, пока есть она у вас фастфуд, хорошо, со временем должна будет перейти на нормальную еду. Ну, не только надо будет аккуратненько ее переводить, чтобы там для нее не было стрессов. Ну, и плюс максимально комфортные условия. То есть, я с ней стараюсь как можно больше разговаривать, как можно больше ее гладить. У нее теперь выделенное место на кровати и так далее. Горшок у нее всегда чистый. Ну, то есть, типа, вот эти вот все истории, чтобы она не чувствовала себя какой-то, не знаю, обделенной, и чтобы у нее был минимальный уровень стресса. Но, опять-таки, свести выкнула ее не могу, потому что все равно мы колемся и утром, и вечером. Вот, сейчас ее уже не так больно, как было раньше. Вот, это видно прямо потому, как она спит, потому что до этого она просто напряженно лежала. А сейчас, я смотрю, ее просто вырубают в какие-то моменты. Она просто по несколько часов, что бы тут ни происходило в квартире, как бы я там не разговаривала по скайпу, там, туда-сюда. Ну, то есть, типа, она все равно вырубается и спит. Вот, это тоже, кстати, хороший знак, потому что до этого просто, как ни заглянишь шкаф, просто на тебя смотрят два красных глаза среди черного пуховика. Вот, злющая-злющая кошка, и которая, она ни на руки не давалась, ничего. Ее оттуда вытаскиваешь, и она тут же начинала когтями цепляться. А сейчас ничего, дается и в руки. Она, кстати, очень социальная, как выяснилось, потому что приходили друзья. Вот, и мы сидели на кухне, она все равно к нам приходила. Если приходили мужики, она заставляла, чтобы мужики ее гладили обязательно. Вот, ну, короче, такая вот социальная женщина. Вот, а по поводу еды, ну, то есть, вот этой штукой мы возбудили питание. Вот эту штуку мы даем, чтобы она, в принципе, хоть что-нибудь ела, потому что она не очень хорошо ест. Иногда бывает проскакивать, что она ест несколько вот таких вот штучек. И обязательно для того, чтобы она хорошо пила, нужно давать вот такую вот гидрокея. Стоит это все недешево. В целом, лечение кошка у меня вышло просто вкругленькую сумму. Ну, то есть, типа, я думала, я вылечу себе зубы. Хер. Вот, все ушло на кошечку. Но, знаете, это тетрады, которые хер с ним. И я, честно говоря, вообще не представляю, как люди, у которых, ну, как сказать, не такой доход, как у меня, не могут себе позволить, там, например, полечить кошку, купить, я не знаю, там, несколько видов корма, для того, чтобы она попробовала. Или, там, сделать какие-то нужные анализы. Потому что я, когда в субботу, по-моему, ходила на консультацию, там такая кошка красивая была, просто вообще светло-серая, такая, как рысь. Ну, чем-то, кстати, на сур похожую, если бы сур была серой. Такая с вытянутой мордой, с зелеными глазами. Очень красивая киса. И им ветеринар предложил, типа, давайте сделаем анализы, давайте сделаем узи. Они такие, типа, да, нет. Вот, на осмотр сходили, да и ладно. Кошка у них три дня не ждет. И, возможно, там, либо жидкость у легких, либо нужно стерилизовать. Ну, короче, какое-то медицинское решение принимать. У них просто нет денег на обследование. Ну, короче, грустно. Вот. По поводу дальнейшей жизни суры, я думаю, что, когда она выйдет в ремиссию, более уверенно, я бы хотела взять еще одного кота. Вот. Скорее всего, либо тоже сибирского, невского маскарадного, либо норвежского лесного. Вот. Я уже посмотрела по объявлениям, что есть. Ну, короче, будем искать. Но сейчас главная задача сделать так, чтобы она начала нормально кушать. Я регулярно пишу посты о ней. К сожалению, пока меня эта тема сильно не отпускает. Поэтому, если кто-то подписался ради бьюти-хуюти контента, извините, ребятки, пока вот так вот перемешиваю. Я две недели, три практически не красилась, потому что, ну, реально, слезы каждый день. Это вообще была бесполезная история, потому что даже было пару дней, когда я думала, блин, сейчас сейчас буду краситься для того, чтобы не плакать в течение дня. Но у меня там полтора часа идет совещание, полчаса у меня перерыв. Я плачу в течение полчаса, вытираю сопли слюни и иду дальше работать. Вот такой где-то примерно у меня был рабочий день. Это было безумно тяжело. Я зачастую всем, кому пришлось кликнуть на это видео, потому что их котики не кушают. Я желаю вам всем выздоровления, любите своих животных, и они ответят вам абсолютно взаимностью. Я в этом абсолютно уверена. Всем увидимся в своем следующем видео. Пока!